Фантастическая идея о том, что Московия является правоприемницей Римской и Византийской империи, то есть что Москва, Третий Рим, была высказана еще в начале 16 века, а мечты о Константинополе, то есть о владении Вторым Римом, Стамбулом, возникли лишь в конце века 18-го. Идея навязчиво овладела московскими массами, и что парадоксально, стало одной из причин краха Российской империи в 1917 году. Как же все это случилось? Давайте разбираться. До царствования Петра I Московское царство даже не мечтало о возможности не только захватить Стамбул, но даже получить выход к северному побережью Черного моря. Стоит отметить, что сама Московия, войско которой во все времена отмечалось низкой боеспособностью, никогда не решалось самостоятельно начать боевые действия против Османской порты. Как только царь Петр вздумал действовать самостоятельно, сразу потерпел катастрофическое поражение на реке Пруд в 1711 году. Во времена царствования Екатерины II, московские дипломаты воспользовались борьбой Франции и Великобритании за гегемонию в Европе. Во время первой архипелагской экспедиции Московского флота 1769-74 годов британцы полностью блокировали в гаванях флот Франции, союзника Османской империи, что позволило завести московицкие эскадры в Средиземное море. Британская империя любезно предоставила московскому флоту возможность пользоваться своими морскими базами. Царице Екатерине удалось осуществить восстановление союза с австрийскими Габсбургами, которые взяли на себя основную тяжесть войны. Австрийцы вели значительно более масштабную военную кампанию во времена Московско-Турецкой войны 1787-91 годов. В совместных проектах людям иногда свойственно преувеличивать собственные заслуги и преуменьшать вклад и достижения партнеров. Так и здесь военные успехи на турецком направлении создали у императрицы Екатерины и ее окружения иллюзии могущества собственной армии и флота и параноидальные идеи типа «А не замахнутся ли нам на проливы и посконный российский город Царьград?» В письме к австрийскому императору Иосифу II от 10 сентября 1782 года Екатерина II предложила проект восстановления греческого государства. Во главе его должен был стать внук Екатерины Константин Павлович, которому в то время было всего три года. По проекту Екатерины в греческое царство должны были войти территории Валахии и Бессарабии, Молдовы, протоки со Стамбулом включительно, земли современной Греции. Однако этот проект оказался не жизнеспособен. При царе Николае I идея овладения Стамбулом и его протоками приобретает второе дыхание. Московские писатели начинают восхвалять ее, не щадя сил. Образовалась целая традиция, просуществовавшая до свержения самодержавия. Высказывания в духе «Константинополь наш» сделали Тютчев, Данилевский, Достоевский и другие. Достоевский в частности писал, «Да, Золотой Рог и Константинополь – все это будет наше. Это выход естественный. Это, так сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрело еще время». Федор Достоевский, дневник писателя Российский историк Михаил Покровский объяснял московское стремление овладеть проливами из Черного в Средиземное море экономическими факторами. На экспорте зерна можно было хорошо зарабатывать при условии транспортировки его в страны Европы морским путем, потому что он значительно дешевле сухопутного. Но пользоваться Черноморско-Средиземноморским маршрутом Российская империя не могла до 1829 года. Черное море длительное время до аннексии Московия и Крымского ханства было внутренним морем Османской империи. И после оккупации Крыма и Кубани из Российской империи везти зерно можно было разве что османам, что не давало возможности московским купцам делать большие гешефты. После Московско-Турецкой войны 1828-1829 годов все страны, с которыми Османская порта находилась в мире, получили по условиям мирного соглашения возможность беспрепятственного прохождения своих военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Османская империя тщательно выполняла соглашение. Нарушила его Московия, которая стремилась овладеть проливами в Черное море для сбыта своих мануфактурных изделий в азиатские страны. В Европе подобную ткань продать было невозможно. Московские изделия во все времена отличались низким качеством, поэтому и сегодня главными статьями экспорта является сырье, а не промышленные товары. В начале 30-х годов царь Николай I решил воспользоваться восстанием Магомета Али в Египте против Османской порты. Войска египетского паши разбили султанскую армию и через Сирию и Малую Азию двинулись стремительным маршем в столицу Османа в Стамбул. Русский царь же отправил оккупационный корпус под видом то ли помощи султану, то ли с миссией миротворцев. Московские их тамнеты быстро высадились на азиатское побережье Босфора и взяли под контроль все стратегические пункты. Османы, не имея возможности противостоять этому, дипломатично заявили, что справятся с египтянами самостоятельно. Между тем царские войска накапливались на Дунае для атаки Стамбула суши. И султан пошел на все уступки египетскому паше Магомету Али, лишь бы избавиться от навязчивой, дружественной в кавычках, помощи московитов. Николай Палкович, как его называл Толстой, уже собирался создать Константинопольскую народную монархию, но не учел внешнеполитические факторы. Ни одна из влиятельных стран мира не была заинтересована в усилении Московии за счет Османской империи. Ни Франция, ни Великобритания не желали наблюдать, как Черное море превратится во внутреннее море Российской империи. Австрийская империя также не желала усиления Московии, играющей на идеях пансловизма. Франция и Великобритания не стали высказывать глубокую обеспокоенность, как это было в отношении российской агрессии против Украины в 2014 году. А в доступной для московитов форме попросили убраться от Босфора и Дарданелл. И московское войско исчезло оттуда так же быстро, как и появилось. Царь затаился и начал готовиться к новой попытке аннексии турецких проливов. Для всего цивилизованного мира стало ясно, что Московия понимает только один аргумент – грубую физическую силу. Новая агрессия Российской империи против блистательной порты оказалась для Московии войной с коалицией Британской, Французской, Османской империи и Королевства Сардинии. В той войне, получившей название Крымская, Российская империя потерпела поражение. Но не успокоилась. Новый царь Александр II через пару десятков лет вновь попытался захватить Стамбул. На этот раз в войне 1877-1878 годов была задействована мощная пропагандистская кампания. Поход на Стамбул планировался под лозунгами освобождения православных братьев-славян – болгар и сербов. По итогам войны турецкие протоки Москве получить так и не удалось. Но Болгария действительно стала как бы независимым королевством, в котором, однако, очень хорошо понимали настоящую цену московского братства. Поэтому во время Первой мировой войны болгарские братушки выступили на стороне Османской, Германской и Австро-Венгерской империй против Российской империи. Несмотря на все неудачи, московские головы не покидали мечты про «Константинополь наш». Они лишь выжидали удобного случая. С началом Первой мировой войны эти мечты приобрели свежую силу. Однако новая война за проливы стала настоящей катастрофой для царизма. Слабая экономика, многочисленная армия с низкой боеспособностью, острые национальные и социальные противоречия в империи и ряд других проблем усилились во время войны до критического состояния. Война за проливы похоронила не только мечту о московском Стамбуле, но и само самодержавие. Российская империя стала единственной страной коалиции Антанты, потерпевшей поражение в Первой мировой войне. На смену самодержавию пришла тоталитарная диктатура пролетариата. Новые хозяева Московии уже не выдвигали лозунги «Константинополь наш». Они не хотели размениваться на такие мелочи, а стремились захватить весь мир под соусом пролетарской революции. За сказочками о пролетарском интернационализме и научном коммунизме прятался агрессивный московский империализм. Но символом единства империалистической традиции московского самодержавия и коммунизма можно считать военную шапку образца 1916 года. Именно тогда, несмотря на довольно неудачный ход войны с Германией, художник Васнецов разрабатывает дизайн шлема для победного парада московских войск в Стамбуле. Заказ на их изготовление получил предприниматель Фторов. Его фабрики изготовили огромное количество шапок, которые по форме должны были напоминать шлемы древнерусского воинства. Парад в Стамбуле так и не состоялся. Шапки, получившие позднее название Буденовки, стали символом гражданской войны в бывшей Российской империи и победителя в ней Красной армии. После краха коммунизма в 1990-е московиты отказались от идеи мировой революции, но, похоже, вернулись к идее захватить турецкие проливы. Косвенным свидетельством этого может служить вмешательство Ельцина в балканские дела и поддержка Путиным режима Асада в Сирии. Эти регионы могли бы служить удобным плацдармом для похода на Константинополь. Может быть, именно для этого в современной России предлагают вернуть Буденовки в армию? Кстати, ролик об этом есть на нашем канале. Видимо, московитам не дает покоя незавершенный гештальт с парадом русских войск в Стамбуле. Но, так или иначе, попытки играть заметную роль на международной арене у Москвы не так уж и удаются. Сказывается, историческая память более чем вековой давности о проигрышах на турецких фронтах и жестком отпоре России со стороны коалиции ведущих мировых держав. Московия сегодня выбирает противников послабее, резвясь как дитя в песочнице с Крымом, Донбассом, Осетией, Абхазией и Приднестровьем. Но даже здесь ответка от мирового сообщества прилетает более чем ощутимая. Да и Турция все чаще просто глумится над Москвой. В общем, как была Россия не до империи в прошлом, так и остается ею и в наши дни. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, а также поддерживайте автора на платформе Patreon, где вы сможете получать дополнительный контент и смотреть видео до официальных премьер. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!